Объявив игры Брикс, наши очень обидели МОК, Баха и французов, которые в следующем году проводят Олимпиаду в Париже. У них Олимпиада банкрот, у нас хорошие призовые. У них утрата имиджа, у нас создание новой мировой структуры. У них клопы и крысы, у нас же все будет. Но просто сравните хотя бы метро Парижа и метро Москвы, каждая из станций которой – это как музей искусства, место для фото и восхищения иностранцев. А это метро Парижа. Но Бах гнул свое, заявляя о подписании отказного письма и без гимна и без флага, надеясь сломать и отрезвить горячие головы в России. Но что сделали наши? Все это десятилетие МОК подрывал основной олимпийский принцип. А именно то, что спорт вне политики. Вот именно так было задумано все изначально. Как гром грянуло заявление Лаврова в интервью ТАСС. Кто-то зааплодировал, а у кого-то отвисла челюсть. В играх Брикс смогут принять участие спортсмены из любых стран, в том числе недружественных. Далее он пояснил свои слова. Для России нет недружественных спортсменов, недружественных граждан. Таковыми могут быть только правительства, временно пришедшие к власти в своих странах. Потому игры Брикс будут открыты для всех спортсменов. Это будет в духе и в соответствии с принципами олимпийской хартии. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы. Ну очень понравился термин временно пришедший к власти. То есть это такое случайная ошибка, которая обязательно будет исправлена. Вопрос лишь времени. А с временщиками нам не по пути. Глава нашей дипломатии с сожалению констатировал, что олимпийское движение стало инструментом западной политики. Это совершенно очевидно. Так же как ВАДА стала таким инструментом и пытается подорвать конкурентов из России на международных стартах, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя совершенно беспочвенно наших атлетов. Лавров сказал, что Международный Олимпийский комитет многократно нарушил Олимпийскую хартию. Налицо двойные и даже тройные стандарты. Ведь комитет всегда закрывал глаза натворимый Западом беспредел, а вот сейчас решил приструнить именно Россию. Это неверный подход. Слова нашего дипломата вызвали шок-трепет в МОК. И так-то было плохо, а теперь совсем беда. То есть прямо перед Парижем, погрязшим в клопах и даже крысах, пройдут полноценные всемирные игры, на котором будет продемонстрировано всему миру понятие честный спорт и настоящий олимпийский принцип. Ждем негодующих заявлений Баха о недопустимости и неблагодарности.